Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топи Геймс и в сегодняшнем видео я конечно же хотел зачистить бункер Браво полностью, потому что именно на этих выходных бункер Браво становится у нас самой легкой добычей всех времен и народов. Именно сейчас в бункере Браво у нас и хп зомби уменьшены на 50% и конечно же и плюс к этому мы получаем в 2 раза меньше урона от радиации и плюс к этому еще и урон от М16 увеличен, поэтому имея с собой М16 без особых проблем ты можешь просто разорвать бункер Браво, не альфа, а Браво и пройти это все в районе 10 минут. Представьте себе, что с загрузками, переходами и всем остальным ты потратишь на это 10 минут. Сколько М16 для этого нужно? Я не подсчитывал, но хотел сказать только одно, ребят, просто изи, все зомби полу хпшные и я вам скажу, что даже антиродинушка не всегда здесь будет юзаться. Итак, настало твое время. Единственное, что здесь будут немного нам надоедать турели. Хотя, с другой стороны, лучше турели, чем плевуны с вентиляцией. Это уже на ваш выбор, что вы соберете. Но, также хотел напомнить, что М16 это ручка и компенсатор, и ты уже становишься счастливым обладателем топового, практически не промахивающегося оружия. Круто-круто, как вы видите, у нас было 15 М16. Давайте посмотрим, сколько нам удастся потратить. Сколько нам удастся сэкономить. Да, короче, сколько у нас останется и сколько мы потратим. Так, взрывается наш сапер. Итак, как кстати. И руда, и сезон. Здесь формятся достаточно круто. В воде лучше, конечно, держаться повнимательнее, потому что подрывники очень опасные. А уйти от вот этой волны взрыва будет сложновато. Почему? Потому что взрывом, то с выводой замедлены, это будет просто жесть. Итак, плевун. Настало время. Всех расстреливаем. Плевуны просто отлетают. Руда-руда. Привет, снайпер. Привет, рядовой. Привет, подрывник. Отлично. Ликвидатора, кстати, нужно уничтожить. 7000 урона. 7000 урона это нормально для бункера Брава. Но теперь вы не нанесете именно такого количества урона и именно здесь. Потому что за один этаж мы получим намного меньше урона нанесенного. Так как у них по половине хп. Придется еще и третий этаж захватить. Я думаю, что это просто идеально. Один сет, одна, как говорится, м16. Ну, хотелось бы с одной м16 пройти, но придется несколько использовать. Кстати, у боссов тоже половина хп. Круто. Так это идеально. Я думаю, что 1000 хп вместо двух. И он за индейками сразу побежал, даже не обращая на нас внимания. Критический урон в районе 15 вылетает. Каждый шестой-седьмой выстрел у нас вылетает 15. Круто-круто. Я думаю, что это даже идеально. Ликвидатор уничтожен и мы смогли набрать практически 5000 урона. Этого мало, но тем не менее, третий этаж нас ждет. Третий этаж для меня самый сложный. Вернее, босс, который находится на третьем этаже, самый сложный. И мы сейчас туда отправляемся. Аж голова качается. Ну что, давай грузи. С вот этими подгрузками совсем мы потратим на это все дело в районе 12-13 минут. И, конечно же, если все отменить, то... Смотрите, у нас 15. 3, М16. 3 и чуть-чуть. Хотя, может быть, в руках было. Если даже в руках были М-ки, ну тут, конечно, очень сложно сказать, сколько точно М16 у нас было. Мне кажется, что 16 штук, где-то 4-5 М16 хватает, чтобы пройти целый этаж. Я думаю, что это уже доказано, это уже сказано. И других вариков, конечно же, по поводу прохождения сейчас нет. М16 достается достаточно легко, выпадает их в большинстве из ящиков с оружием торговца, ну, либо обменять их на зеленые карточки, ребятушки. Я думаю, что прямо сейчас мы это докажем. М16 тоже топовая тема. Кстати, для новичка сделать такие, найти и собрать модули такие, как, например, вот этот вот компенсатор и ручка. Это серые модули, и они дают уже неплохой бонус вам для вашего персонажа. Практически промахов нет. Расстреливаем. Урон набивается очень круто. Щетчик мотает. И есть нанесенный урон уже сделан. Теперь мы получим бонусы в конце. Естественно, уже получили. По-моему, там забрать не нужно, нажимать прямо вот так вот все получается. Итак, ребятушки, давай-ка посмотрим. Штурмовик отлично отлетел. Даже, если честно, не успел он щит свой взять. Штурмовик еще один отлетел. Сапер. А вот это вот о том, что я говорил, что саперы очень опасны. Представьте себе, чтобы он побежал в упор. Этот срыв бы прозвучал очень близко к нам, и персонажа бы разорвало. Хотя, если честно, сапер взрывом наносит чуть-чуть больше 70 урона. Но на 100% я не уверен. Подрывник, боровик у нас, естественно, тоже, как говорится, потерпает. И штурмовики. Настало ваше время. Дальше, дальше. Лучше, лучше. Штурмовик. Пускай там будет себе. Приветствую еще один сапер. Еще один подрывник. Тут и щита ушло. Блин, смотрите, насколько наглый. Щит подставил и все. Ну, короче, что ты ему не делай. А щит все-таки лучше, чем даже у Капитана Америки. Так, дальше. Турели. Не забываем, что у нас не было отключения турелей. Кстати, очень удобная штука. Если вы держитесь с одной стороны, то турельчика, в принципе, вас не трогает противоположно. Это очень удобно. Очень круто. Отводим зомбятушек. Плеватели, которых терпеть не люблю. И, в принципе, здесь собрано именно отключение. То есть, нету очистки вентиляции. Нету у нас вентиляции вот этих вот плевателей. А другое, если честно, я не помню. Отмена патруля, по-моему. Итак, Доктор Дредд, приветствую. Сразу же налетаем на Доктора. Потому что, ну, здесь у него пол-хп. Да и зомби выходят пол-хп-шные. Единственное, что нужно в нужный момент, нужно в нужный, отбежать. Или спрятаться за колоной. Это как уже у вас получится. Потому что вот эти вот рыки отглушают, наносят урон. А пока он там себе рычит, то ты, представьте себе, получаешь урон оглушенный вот от этих зомби. Так, ну что, миссия он completed. И щитовиков даже не убиваем. Как вы видите, что здесь это можно даже не делать. Просто уйти. И эти щитовики просто обнаглели. Четвертый этаж, это отдельная тема. На четвертом этаже тоже нужно держаться у кого строк. И лучше всего с собой братья фэнскары улучшены. Но сейчас, когда все минус 50 хп и наш М16 урон увеличен, то мы можем активировать нашу систему безопасности. И, естественно, разорвать здесь кабину. Сразу скажу, что если подсчитывать сколько ушло М16, то все-таки в самом конце меня слили. Слился на четвертом этаже. И получается, что, вот вы видите, там труп валяется. Это означает, что уже я пришел сюда. То есть два раза я проходил четвертый этаж. Просто жесть. Итак, отмена патруля. Все, внимание, нехватка энергии. Нужно немного подождать. Нажать на кнопку. И, конечно же, залететь вот сюда. Итак, все. Время прошло нужное. Теперь мы можем, естественно, все это перезагрузить. Отмена патруля и все такое. Конечно же. Подождите, мы отключили отмену патруля. Теперь отключили. Ну, ладно. Ладно, шоколадно. Сейчас все с вентиляцией должны выходить. И патруль, в принципе, тоже будет ходить. Это жесть. Ну, ладно. Сделали себе, можно так сказать, хардовый режим четвертого этажа. Потому что отключили все. Так, всего лишь, как вы видите, под ником написано плюс 3 радиации в секунду действует на нас. Я не знаю, какой порог радиации вообще в игре. Поэтому лучше всего, конечно же, в антирад брони. Лучше всего, когда на вас действует антирадин. И лучше всего, когда вот такие вот бонусы в бункере Браво. Лучше этого только вареные яички. Или круче этого просто вареные яички. Разваливаем кабину всем зомбятушкам, которые просто здесь находятся. 20 жестких урона прилетает просто плевателю. И теперь понимаем, сейчас если вылезет здесь вентиляция. Если сейчас с вентиляцией вылезет такой мужичок, да. Да, ребят, мы 100% отключили. Не то, что отключили, а просто убрали все бонусы, которые можно здесь собрать. Терминалы собраны, а мы бонусы убрали. Да, сведули, покидули. Ну что, радиация сейчас действует просто нереально. И не знаю, на этой луже лучше бы было не стоять. Но скорость прохождения, конечно же, это самое главное, что есть. И тогда уже ничего не замечаешь. Хочешь очень сильно пройти это все дело. И плевать тебе на то, что твой персонаж радиацию, конечно, хватает. Просто мегадозами. Ну, а мы отправляемся дальше. Сапер, привет, до свидания. Снайперы, ребят. А вот я вам и говорю, что было же отмена патруля. А я ее, конечно, включил. Рядовой попу трогает рукой. Как вы помните, так турельки там, если держаться под стеночкой. Здесь, с этой стороны, то они вообще бесполезняцкие. И этот вонючка так напукал, что прям пятно вот этой вот зеленой жижи дошло сюда. Вот это, конечно, хорошо присмочил. Я думаю, что неплохо. В состязании пуков он займет первое место. Так. Расстрелять. И теперь, блин, не забываем за вентиляцию. Ядовитый плювок. Так, есть, есть, есть. И тут еще один. Да-да-да, я так и знал. В принципе, это помним. Самое главное, помнить, где что лежит. И вот оно что. М16, настало твое время. Потому что здесь нам придется отключить вот этот вот. И наваливать бас. Кокон против нас. Ну, честно, кокон очень быстро убивается возле стеночки и становишься. Просто наслаждайся тем, что нужно зажать, стрелять и ждать. Все. Задание выполнено. Это просто круче. Остается только посмотреть, что у нас там в ящиках. Если убрать перемещение, если убрать, конечно же, взять только прохождение, само время, которое было затрачено, то это меньше 10 минут. М16, антирад броня. Я думаю, что каждый сейчас задумается. И, естественно, скажет, что именно в антирад броне и всем этом можно пройти все достаточно легко. Баночки убрать, крышечки забрать. Вот это все убрать, остальное все забрать. Кстати, броня уже пришла в негодность. Она очень убитая, ушатанная. Поэтому аккумуляторы, электроника и микросхема. В этот раз минка нам не упала, но зато нам упало хорошее настроение. Еще никогда не был таким легким бункер Браво. Спасибо за просмотр. Увидимся обязательно в следующем видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова